Друзья, в этом видео мы с вами начнем изучать деловой английский язык Я вам расскажу, что это такое, зачем и кому он может потребоваться И самое интересное, мы с вами прочитаем, разберем, переведем небольшой кусочек из статьи которую я на днях прочел на сайте одного из ведущих мировых деловых изданий Итак, что такое бизнес English, деловой английский язык? На самом деле это почти то же самое, что обычный general English, общий английский язык Вся разница заключается в том, что зная бизнес English, вы можете поговорить на такие темы, как ваша работа, карьера, бизнес, экономика, финансы, политика и так далее То есть бизнес English это всего лишь знание нужных слов, нужной лексики Представьте, что есть деловой английский, а есть деловой русский Это обычный русский язык, просто вы можете говорить такие вещи, как Мне повысили зарплату, моего коллегу уволили, компания разорилась Или руководство высшее подумывает о сокращении издержек То есть бизнес English это всего лишь нужная лексика по какой-то теме Далее, это еще, конечно же, навыки и умения Как раз то, что я делаю со своими учениками, если просят меня помочь с бизнес English О чем речь? Первое, это умение вести деловую переписку То есть имейлы нужно уметь писать Второе, это переговоры по телефону, какие-то разговоры Допустим, вам позвонили коллеги и что-то хотят Нужно им помочь, правда? Нужно понять и грамотно им ответить Далее, может быть переговоры, собеседования, презентации на английском языке Это все навыки Это нужно отрабатывать Определенно есть фразы, выражения, клише Их нужно знать, чтобы преуспеть в этих ситуациях Предположим, есть собеседование, которое определяет вашу судьбу Работа мечты Нужно не просто уметь отвечать на вопросы А делать это правильно, чтобы вас наняли на работу А не отдали кому-то другому эту позицию Далее, кому и когда может потребоваться деловой английский язык Я думаю, это все очевидно Если вы хотите стать специалистом высочайшего уровня Если вы работаете в бизнесе, вы управляете компанией У вас свой бизнес Или вы планируете поехать учиться в Зурбе Что везде вам, конечно, потребуется бизнес-энглиш Чтобы читать статьи, черпать информацию Учиться, внедрять какие-то бизнес-практики Бизнес-процессы, бизнес-модели Все идет с запада, поэтому нужно знать бизнес-энглиш Чтобы это все читать и понимать И еще один вопрос, который мне задают Это когда можно начинать изучать деловой английский Какой уровень английского обычного мне нужен На самом деле, не важно, какой у вас уровень английского Не важно, сколько вам лет Вы можете прямо сейчас начать изучать бизнес-энглиш Наверняка вы знаете этого парня Это Ричи Рич Богатенький Ричи Наверное, вы смотрели такой фильм Очень всем рекомендую Классный фильм В общем, Ричи Рич начал изучать бизнес-энглиш С самых пеленок Я надеюсь, вы эти слова знаете И вы могли бы поговорить с Ричи Рич О том, что происходит на Уолл-стрит И куда двигаются котировки голубых фишек Ну что ж, давайте перейдем к нашей новости Сайт называется Bloomberg Это ведущее медиа-издание Представляет бизнес-информацию И всевозможные экономические новости Для компаний, для бизнесов Вы можете почитать Все, что у них там есть интересного на сайте Сайт, опять же, в описании к этому видео есть Итак, читаем статью Bloomberg Посвященную она рынку нефти и странам ОПЕК Что же там происходит? ОПЕК Что это такое? ОПЕК Это страны ОПЕК Организация добытчиков и экспортеров нефти Они внутри себя регулируют уровень добычи и так далее То есть ОПЕК и ЭЛАЙС Это союзники To extend Продлевают Oil cuts Снижение уровня добычи нефти For 9 months Еще на 9 месяцев To end ГЛАТ To end Это заканчивает, завершает то же самое, что The end Конец, пишут в конце фильмов То есть завершить ГЛАТ Это переизбыток, перевыпуск, перепроизводство Получается, на рынке нефти есть переизбыток И страны ОПЕК снижают свою добычу Чтобы этот избыток ушел То есть исчез Итак Сам текст новости На самом деле он частично состоит из этого же заголовка Плюс некоторые еще детали ОПЕК и союзники продлили снижение производства нефти Еще на 9 месяцев After last year's landmark agreement После того, как прошлогодняя Landmark agreement Agreement это соглашение Landmark это значимое, существенное, важное То есть после того, как важное Прошлогоднее соглашение Что сделало? Failed to eliminate the global oversupply Failed Не смогло, не получилось у этого соглашения Что сделать? To eliminate Устранить Global oversupply Глобальный переизбыток нефти Or Achieve a sustained price recovery Или достичь Sustained Устойчивое Price recovery Восстановление Цены То есть на рынке нефти есть избыток Странные ОПЕК и союзники решили Что сделать? Сократить свою добычу Чтобы нефти стало меньше Избыток исчез И тогда цена пойдет вверх Но пока что у них не очень-то это получается Об этом и говорится в этой статье Кому интересно, можете дочитать ее до конца Ссылку я дам в описании к этому видео на YouTube Также все слова, которые сейчас встретились Тоже будут в описании к этому видео Можете переписать себе в словарик Таким образом мы будем заниматься business English Я буду давать советы по прохождению собеседований По подготовке к переговорам Презентациям Как писать письма на английском языке Как разговаривать по телефону И так далее То есть все, что может потребоваться вам на работе Если вы используете английский в работе Ставьте лайк, если вам понравилось Пишите комментарии Также есть мои контакты в описании к этому видео Добавляйтесь в друзья И пишите мне лично, если какие-то вопросы у вас есть See you guys very soon Bye-bye